ГИБДД погоняется за стритрейсерами на спорткарах ГИБДД погоняется за стритрейсерами на спорткарах Насколько госавтоинспекции необходимы подобные автомобили 1. Коммерсант От 6 февраля 2019 года, 14.35 У московской автоинспекции могут появиться спорткары Об этом российской газете рассказал начальник столичной ГИБДД Виктор Коваленко По его словам, сейчас обсуждается возможность тестирования таких машин Планируется, что автомобили со спортивными двигателями будут использоваться на скоростных магистралях для борьбы со стритрейсерами Инициатива главы ГИБДД вызывает недоумение, говорит организатор клуба Евгений Киричков По его мнению, у автоинспекции сейчас есть возможность ловить любителей погонять Я не думаю, что у столичного ГИБДД есть проблема, что они не могут догнать кого-то на дороге У нас не немецкие автобаны, на которых можно выйти так, чтобы невозможно было догнать У нас достаточно сотрудников полиции в Москве для того, чтобы впереди дорогу перекрыть И дороги у нас не настолько такие, что можно уехать Поэтому это как-то на баловство похоже Стритрейсеры по дорогам общего пользования в потоке не гоняют У нас если соревнования проводятся, то они проводятся на дорогах, которые либо с минимальным трафиком, либо с отсутствующим трафиком А золотой молодежи, я думаю, это не страшно всегда есть кому позвонить, чтобы их могли отмазать Плюсов это точно не добавит, как для борьбы с лихачами создали спецподразделение у автоинспекторов Не всегда есть возможность перекрывать дороги для ловли стритрейсеров, считает бывший начальник главного управления ГИБДД Владимир Федоров Кроме того, любое такое действие влечет за собой проблемы для огромного числа участников движения То, что проблема со стритрейсерами в Москве существует, это факт Дело не в дороговизне, дело все таки в ходовых качествах Поэтому я считаю, что здесь можно господина Коваленко и послушать Ведь что такое перекрывать? Попробуйте перекрыть на 10 минут любую основную магистраль, и эта пробка будет по всей Москве Поэтому здесь методы борьбы самые разные Самое главное, что этих стритрейсеров все таки надо выявлять и наказывать Вот и все, считает Федоров Управление спорткаром требует особой подготовки водителя Тем более если речь идет о погоне, рассказал твердый знак основатель портала Эрик Кутаишвили, которого в сети знают как Давидыча Кроме того, ГИБДД нужно понимать, что не все стритрейсеры являются нарушителями закона Спорткары используются полицией во многих странах И везде это автомобили премиум класса Пояснил ответственный редактор портала Моторспорт Россия Александр Кабановский Тут самое главное это действительно мощность мотора и хорошая управляемость Начиналось все Я еще помню, в 90-х полиция Нидерландов купила пару Porsche 911 В Великобритании используются именно для этой цели Lamborghini Murcielago С мотором 670 LS С максимальной скоростью 340 км в час У немецкой полиции есть Mercedes Brabus Понятно, у итальянцев Ferrari, Meserati, Lamborghini Им постоянно поставляют такую технику И, конечно, в Эмиратах, в Дубае, в Абу-Даби там тоже этих машин очень много В Америке обычно используются не спорткары, а машины очень мощные Скажем, те же Hammer Какие-то могут быть Dodge Viper, Chevrolet Camaro И так далее В нынешней полицейской технике на Grantor, Vesta Может быть Focus Или Octavia В базовой версии это не самые мощные машины И, конечно, у уличных хулиганов лошадей побольше под капотом И они просто уезжают Какие наказания для стрит-рейсеров планируют ввести Госдума Читать далее Также столичная ГИБДД планируют закупить пикапы В первую очередь такие машины понадобятся на МКАД Сергей Соболев